Мы подключим к нам на связь Юрия Фельштинского, российско-американского историка, аналитика, эксперта, общественного деятеля, автора многих книг на самые острые вопросы, которые связаны с российской историей и, что особо важно, с деятельностью российских спецслужб. Юрий, здрасте, как меня слышите? Добрый день, добрый день, я рад вас слышать. Хорошо слышу, вы меня слышите, хорошо? Да, я слышу прекрасно, спасибо, что быстро откликнулись, вышли к нам в эфир и я бы хотел вам задать один вопрос, который может быть кажется, что он не из вашей епархии, но он из вашей епархии, потому что он касается государственных секретов. Как нам сегодня сообщили, была утечка, которую опубликовало российское издание The Bell и более подробно осветило американское агентство Bloomberg, в России состоялось секретное совещание по экономике. И, судя по тем материалам, которые оттуда были вынесены, ситуация эта, мягко говоря, далека от того, что говорится в публичной плоскости многими представителями российской власти и, в общем-то, даже в некотором смысле она плачевна. Давайте короткую информацию, которую подготовили наши редактора. Вот видите, здесь написано, что на самом деле санкции активно действуют и это имеет совершенно конкретное воздействие на экономику. И в конечном итоге ситуация в следующем году будет резко ухудшаться. Она будет ухудшаться гораздо больше, чем то, что нам говорят российские власти. Ну, как вы оцениваете, соответственно, эту информацию, которую нам принесли? Как вы считаете, во-первых, это больше слив? Это какая-то, значит, контрпропагандистская операция? Или действительно в недрах российской власти идут какие-то брожения и менеджмент российского правительства думает о том, как выбираться из ямы? Ну, я далек от мысли, что там идут какие-то брожения, к сожалению, да, я думаю, они там не идут. И, по-моему, у нас нет реально серьезной информации о том, что там какие-то брожения происходят на уровне руководства. Ну, то, что мы давно уже не доверяем никакой официальной информации, которая нам сообщается, да, и давно уже, в общем-то, ну, всерьез не слушаем даже высших руководителей, ни Путина, ни Лаврова, это тоже понятно. А то, что происходит утечка информации, естественно, ну, мы живем в таком мире, когда утечка информации – вещь, как бы, легко организуемая, да, и утечки информации постоянно происходят с самого разного уровня. Не обязательно даже секретного, но на уровне информации мы, конечно, получаем сейчас через интернет намного больше, чем, не знаю, десятилетия назад. Я не экономист, ничего, тем не менее, такого необычного я не увидел в том, что было написано, да, то, что было написано абсолютно ожидаемо. Да, война, любая война приводит к рецессии и, на самом деле, к падению цен на нефть и газ. Так было после российского вторжения в 2008 году, то есть сначала нефть чуть-чуть ещё росла, а потом резко упала. Так было после российского вторжения в 2014 году, когда нефть тоже сначала чуть-чуть-чуть росла, а потом резко упала. Как и рубль, кстати, тогда упал в два раза. Поэтому это все можно ожидать, потому что ведь цены на нефть и газ, на металлы, на все на свете растут, если есть мир и спокойствие, если есть перспектива того, что люди будут покупать все больше и больше машин и всего прочего. А если идет война, то на самом деле и настроение у всех плохое, и ожидания у всех плохие, поэтому все чуть-чуть и реально, и психологически завязывают пояса, и поэтому да, это приводит к рецессии, это приводит все равно к падению цен. Так что это все ожидаемо. То, что Европа из-за войны поставила стратегическую задачу отказа от использования российских полезных ископаемых, это тоже мы знаем. Это да, должно привести к сокращению производства и добычи в России всего, что можно себе представить, потому что не будет рынка. То есть он будет, но он будет по принципиально худшим ценам для России. Это то, что будет происходить. То, что Россия пытается обойти санкции, это естественно, это понятно. Я бы не считал, что это нас сильно должно волновать, потому что суть санкций не только в том, что Россию наказывают, а еще и в том, и это намного важнее, что Европа и США в меньшей степени подготавливают себя к существованию жизни без России. Потому что если мы говорим о том, что эта война будет продолжаться, а я уверен, что она будет продолжаться, и я уверен, что она выйдет за пределы границ Украины, за украинскую территорию, то настанет момент, сложно прогнозировать, когда лично, я считаю, что чем быстрее он настанет, тем для всех лучше, но настанет момент, когда НАТО в эту войну войдет. И когда НАТО в эту войну войдет, все равно все, как говорится, останутся без Европы, как все остались без Германии после 1 сентября 1939 года. Ну, не сразу, Америка тоже в эту войну вошла, только два года спустя, 7 декабря 1941 года. Так что не сразу. Но в какой-то момент все останутся без России, и без российского газа, и без российской нефти, и без российских металлов. Это все знают, это все понимают. Понятно, что очень трудно прекратить экономические отношения с огромной страной России, которые налаживались много-много-много лет на рыночной системе, прекратить их в один день. Это сложно, но это как бы та цель, которая стоит перед Евросоюзом и перед НАТО. И эта цель будет достигнута в какой-то момент. И да, Россия окажется в плачевном положении, еще более плачевной, чем сейчас. Юрий, знаете, многие вещи, которые вы говорите, вот если на них смотреть, так скажем, с высоты птичьего полета, они выглядят не просто разумными, а, я бы сказал, единственно возможными. Но действительно, ситуация вокруг России развивается очень похоже на то, что делал Гитлер в 30-х годах. И что любое там умиротворение агрессора, оно уже привести только к одному, к разрастанию этого конфликта. И Украина одна против Российской Федерации и так далее. Но когда начинаешь опускаться на микроуровень и начинаешь думать, а как же именно может вот это произойти? Какой у вас сценарий, когда вы говорите, что другие страны будут вовлечены в этот конфликт? Ну, Украина явно сдаваться не собирается, и пройти сквозь Украину российской армии вряд ли возможно. Вы считаете, это будет через Беларусь или у вас есть какие-то другие сценарии? Ну, смотрите. Во-первых, начнем с того, что я историк. И я, собственно, и смотрю с высоты птичьего полета. Это моя как бы специальность, да, смотреть с высоты птичьего полета. Поэтому я могу ошибаться, может быть, в каких-то мелочах. Но в целом, я думаю, мне как бы ошибаться сложнее. В то время, как многие другие аналисты, они могут быть абсолютно правы как бы в мелочах, но при этом абсолютно ошибаться в целом. И я могу привести пример. 24 февраля Россия начала войну против Украины. Я был в абсолютном меньшинстве среди тех, кто анализировали ситуацию и считали, и как попугаи кричали, что да, Россия войдет в Украину. Но вот есть какие-то вещи, которые, ну, может быть, не каждому историку это другое дело, но есть какие-то вещи, которые с высоты птичьего полета очевидны. Что еще очевидно с высоты птичьего полета, да, уже раз мы говорим о том, что большое видится на расстоянии. Россия уже захватила Беларусь. Мы это все дружно проспали. Не то, что я об этом не говорил и не писал. Говорил и писал. Ну, как-то вроде бы протестов не было со стороны Беларуси, да, там Европа как-то проспала это. Так что Беларусь уже в этом смысле захвачена. Мы занимались умиротворением агрессора, ну, по крайней мере, дважды, а именно в 2008 году, когда Россия вошла в Грузию, и в 2014 году, когда Россия захватила Крым и попыталась, сделала первую попытку захвата Донбасса. Собственно, весь этот период, вот, и с 2008 года по, на самом деле, 22-й год, это умиротворение агрессора. Потому что минские соглашения, которые были навязаны Украине, ну, на самом деле, были для Украины, я не знаю, какое слово применить, невыгодные, страшные, да, но минские соглашения ставили Украину, как бы, в очень проигрышную ситуацию. Вот как. Ситуацию, из которой Украина вообще не могла выбраться, если соблюдать минские соглашения. Тем более, что минские соглашения оставляли разные варианты трактовок. Так что, то, что, ну, придурок Путин, да, ну, на самом деле, нарушил очень выгодные для себя минские соглашения и вторжением в Украину их уничтожил, да, но это только Путин может сделать. Потому что Путин же умудряется, совершая те или другие действия, ну, из каких-то так в его голове выгодных для России, допустим, соображений, достигать прямо противоположного результата, да. Да, вот все, что он делает и все, что он достигает, наносит России как государству неслыханный ущерб, да, и ставит Россию в абсолютно невыгодную ситуацию. И никакой враг бы такого не смогу придумать. Вот, смотри, для России того, что придумал Путин, считая, что он совершает, ну, видимо, считая, что он совершает добро, если он мыслит в категориях добора и зла. А что мы видим, опять же, происходит сейчас, вот уже после шести месяцев тяжелой для России войны, да, потому что прогноз, мы уже знаем его, какой был прогноз, да, там за неделю, за месяц берется Украина, арестовывается, убивается, изгоняется правительство Зеленского, ставится марионетчное правительство, Януковича уже привезли в Беларусь. Прекрасный сценарий, он только не сработал, да, и сейчас, как говорится, все разведки мира, в том числе и российская, в том числе и американская, в том числе и европейские, изучают вообще, почему. Что же, что же вообще произошло, каким же это образом Киев смог удержаться, да, и Киев смог не сдаться. И вот сейчас же мы уже знаем, да, как Лукашенко звонил Зеленскому, предлагая ему сдаться, как министр Шойгу звонил министру обороны Украины, предлагая Украине сдаться. Они искренне, искренне, в общем-то, считали, что все дадутся. Очевидно, что все, это же разумно, да? Совершенно верно, потому что это же разумно, да? Вдруг они решили стать рациональными людьми, я имею в виду Россию, потому что более иррационального поведения, чем поведение России, российского руководства, я думаю, как бы, вот опять же, более иррациональный пример такого поведения мы видим только со стороны Гитлера и Германии в 1939-1945 году. Понимаете, а вдруг оказалось, что сдаваться никто не собирается и пугаться никто не собирается, да? И что если вы хотите воевать, давайте воевать. И вдруг оказалось, что у России нет армии, да? То есть есть армия для карательных операций на захваченных территориях? Это да, есть. Ну, понимаете, сейчас вот Путин выступает и ставит задачу перед российской армией захватить Донбасс к 15 сентября, да? Это у нас седьмой месяц войны, а он еще не захватил Донбасс, который они начали захватывать в 2014 году, да? Он уже издал указ об увеличении российской армии. Они уже покупают оружие у кого только могут, там, от Ирана до Северной Кореи. То есть на самом деле они эту войну выиграть не могут. Я не знаю, в какой момент им станет ясно, что эту войну выиграть нельзя, да? И могут ли они себе в этом признаться? В этом же проблема, да? Не могут. Ну вот Гитлер же тоже не мог себе признаться до мая 45-го года, как говорится, да, перед 45-го года, что они проигрывают войну. Не мог признаться, да? Так тут тот же вопрос не только в том, что признаться, а если признаться, то что в этой ситуации делать? Ну вот допустим, Путин там собирает Шойгу, Патрушеву и Кириенко и говорит, чуваки, ну что-то мы погорячились, никуда эта история дальше не идет. А дальше что он может сделать? Вот то есть просто убить себя об стол? Что может вообще в этой ситуации произойти? Нет, ну смотрите, я думаю, что понятно, что сейчас будет происходить. Я думаю, что в сентябре будут приняты очень серьезные военные попытки как-то как бы продвинуться, куда-то продвинуться, да, и достигнуть с военной точки зрения каких-то результатов, да, решить какие-то военные проблемы, вопросы. Я уверен, что эти задачи перед генштабом ставятся. Я просто, опять же, не военный специалист, поэтому я не в состоянии на уровне тактическом понять, насколько задачи, которые ставятся, выполнимы или нет, я этого не знаю. Но это первое. Путин оставит Европу без газа на зиму. Это второе. Это палка о двух концах, потому что они деньги не будут получать, но в данном случае ему уже не до денег. Ему важнее попробовать надавить на Европу, чтобы Европа, а, начала давить на Украину, и, б, перестала поставлять вооружение. Я не думаю, что это произойдет, будем откровенны, то есть я не думаю, что Европа поддастся этому шантажу, потому что на самом деле Европа все это время тихенько-тихенько готовится к холодной зиме, да, набивают там заплаты газа, где можно, увеличивают цены, уже вот сейчас увеличивают очень резко цены на нефть, на газ. Да, в основном на газ, которым отопительный сезон, да, нужно, газ даже нужен. Так что Европа к этому готовится, Европа готовится к холодной зиме, готовится. Но в этом смысле я не думаю, что Европа отдастся, да. А дальше... Юрий, ну, знаете, вот сейчас вы договорите, я знаю, что я вас перебиваю. Я перебиваю. Просто вот эта вот логика, там, загнать всех в депрессию, реально, значит, насрать всем в тапки. Потому что в конечном итоге стратегически все, что делает Путин относительно вот этой газовой темы, это уничтожает «Газпром» как компанию, это уничтожает репутацию России как поставщика, это приводит к реальным финансовым потерям. Уже сейчас по отчетности больше чем в три раза сократились поступления от нефтегазового сектора по сравнению с пиковыми значениями, в два раза по сравнению с показателями следующего года. То есть это такая петля, которая не сами на себя... Об этом маленький ролик. Ролик. Нет, у нас сейчас что-то какая-то накладка, то есть мы не сами... Да, почему-то ролика нет, ну, то есть шарики-ролики периодически у нас заходят, это бывает. Но в любом случае, вот эта логика, когда останавливается северный поток и при этом не увеличивается транзит через Украину, он же лишен вообще всякого, какого бы то ни было экономического и политического смысла. Как вы это объясняете? Это вопрос в горизонте планирования? Или вы считаете, что это вот такая вот отчаянная ставка на повышение о том, что вот сейчас демонстрации, как те, которые прошли в Праге и в Париже, что они заставят европейских политиков действовать в противоположную сторону? Ну, ведь расчет все равно, как бы у Путина расчет по срокам, да, очень сжатый, да, он все равно собирается как бы Блицкригом все действовать, да, потому что у него нет возможности воевать несколько лет. Я думаю, что такой возможности реально, реально у него нет, потому что чем больше Европа и Украина даже привыкают к этой войне, да, тем сложнее Путину победить, да, у него же есть задача победить, захватить, да, но есть еще один, к сожалению, да, ресурс, который, ну, наверное, они каждый день вот обсуждают, как этот ресурс лучше задействует. Да, чтобы и безопасно было, и удар нанести, и решить главную стратегическую задачу, да, победить в этой войне, это ядерное оружие. И не случайно же мы так вот нервничаем и по поводу саботажа атомной электростанции, да, в Украине, и по поводу вывода Белоруссии из безъядерного статуса, и по поводу заявления Лукашенко о том, что, пожалуй, он все-таки вот возьмет у России ядерное оружие, да. Это нас еще все ждет как бы впереди, да, то есть пока что Путин надеется на то, что вот он увеличит армию, начнет там новый раунд наступления где-нибудь в сентябре, в октябре, да. А в Европе к этому времени все начнут там нервничать по поводу холодов и требовать снятия санкций. Вот он на все это как бы надеется, и вроде бы, да, вот ему тоже приходят там сводки. Удачно организованная демонстрация в Праге, там удачно организованная демонстрация в Париже, там народ уже бунтует европейские, европейцы уже недовольны. Вот сейчас все изменится, ничего не изменится, ничего не изменится. Демонстрация прошла, внушительная демонстрация там в Праге, 70 тысяч, что-то в этом роде, внушительная демонстрация прошла. Я был в Праге, когда были демонстрации против премьер-министра, более даже внушительные, и ничего, демонстрация прошла, премьер-министр остался на месте. Поэтому демонстрации в демократическом мире проходят, правительства остаются и политика не меняется. Так что тут я бы на месте Путина, конечно, особо надежды не строил на изменение курса Европы. Тем более, что, понимаете, раскрутить этот маховик в Европе, в Америке очень сложно. Это медленная машина. Хотя, кстати, считаю, что в случае Украины этот маховик раскрутился довольно быстро. Остановить его еще сложнее. Это только кажется, что это выключатели, можно выключить и все. Ничего подобного. Ничего подобного. Единственное, на что Путин реально может рассчитывать, это на перевыборы Трампа в 2024 году. Но до 2024 года еще далеко. Совершенно верно. До 2024 года еще далеко. И до 2024 года еще много чего произойдет. В том числе в России. Юрий, а как вы оцениваете на фоне всего этого газового и прочего шантажа? Европейские страны говорят, что мы к этому готовы. У нас есть специальные программы субсидий для потребителей газа и энергии. Германия, однако, выделяет на подобную программу субсидий и домохозяйствам 67 миллиардов евро. Украина от всего Евросоюза только что получила помощь, разрекламированную в 500 миллионов евро. Полмиллиарда. Только одна Германия на преодоление конкретной этой проблемы тратит 67 миллиардов евро. Вот этот вот перекос в цифрах. Как вы его видите? Ну, понимаете, как же нам хотеть большего от Европы? Там все-таки одно дело, когда они тратят на своих, на свои нужды, на свои социальные программы. Другое дело, когда эти деньги отдаются за границу, как финансовая помощь другому государству. Но ведь, понимаете, еще никто, ни Европа, ни Америка не включала, собственно, основные чрезвычайные ресурсы, которые будут включены, если речь пойдет уже о большой серьезной войне. О той войне, которая выйдет за границы Украины. Вспомните, что было во времена ковида, когда мир столкнулся с серьезной катастрофой. Сравнимой, кстати говоря, с мировой войной. Решили все проблемы, да? Приняли несколько законов, отпечатали триллионы долларов, ну, в Америке. В Европе несколько меньше, но тоже на уровне сотен и сотен миллиардов. И решили все экономические вопросы, связанные с, ну, в общем-то, остановкой жизни в какой-то серьезной части, да? В Европе и в Соединенных Штатах из-за ковида. Решили эти вопросы и справилась с этим и экономика, и страна, и финансовая система. Поэтому сейчас ведь еще, как бы, к таким чрезвычайным мерам не прибегают. К ним прибегнут, если, опять же, дойдет до большой войны. А просто для всего нужна подготовка в Европе, в Соединенных Штатах. Может быть, даже больше в Европе, чем в Соединенных Штатах. Потому что Европа, как бы, это не одно государство, да? Евросоюз это 30 стран, у всех свои какие-то проблемы, свои задачи. Но главное не это. Главное то, что Путину никто не собирается уступать. Более того, с Путиным никто уже не собирается разговаривать. С ним просто разговаривать не о чем. Это уже все поняли, что это, как говорится, себе во вред разговаривать с ним. Поэтому нет никакого диалога, нет никаких переговоров. Нет площадки для этих переговоров. Все компромиссные варианты, ну, лично я там был бы против. И лично я считал бы, что они невозможны, неправильны. Но все компромиссные варианты, типа, ну, давайте, пусть Россия заберет Украину. И вот договоримся на это. Да, вот все эти компромиссные варианты, не Украина, извините, Крым. Все эти компромиссные варианты уже позади. Уже вот ни про какие компромиссные варианты уже речи нет. Да, вот уже речь идет о границах 2007 года, да, до вторжения в Грузию. О выводе российских войск из Приднестровья, о ликвидации баз Черноморского флота в Крыму и на Черном море. А если они еще повоюют немножечко, ну, немножечко повоюют, то и будет пересмотрен статус Калининграда. Безусловно, потому что держать, собственно, ну, как сказать, Калининград, вклинившийся в европейскую карту, вооруженный Калининград, в которой Путин, если я правильно помню, я просто не понимал, это инсценировка была, или он действительно в Калининград прилетел перед учениками выступать. Но если он в Калининград прилетел, то тем более, да. Вот будет пересмотрен статус Калининграда. Япония вспомнит все-таки, что пора бы ей получить назад Курильские острова, которые были захвачены после Второй... Но она этого никогда, никогда не забывала, мне кажется, у Японии. Но это не забывалось, что, наверное, и мирный договор между Японией и Советским Союзом так и не был подписан, и не был он подписан даже ельцинским правительством тоже, да. Поэтому у всех память очень длинная, у всех память очень длинная, да. И по умолчанию как-то вот за Советским Союзом, за Россией все это оставляли, пока был статус Кво. Вот сейчас этот статус Кво нарушен, его нарушил сам Путин. И я не думаю, что вот из этого капкана, в который он сам себя как бы завел, ну и Россию тоже все завел, он выберется, да. Помните, как он своей первой, вот такой, после крымской речи в Москве сказал, что мы сами себе создаем проблемы, из которых потом с трудом типа выкарабкиваемся, да. Он даже не понимает, иногда он иногда говорит вещи, он даже не понимает, что он говорит. Да, вот абсолютно верно. Все проблемы, которые есть у России, Россия создает в себе сама. Это было так всегда, но это особенно как бы справедливо в отношении к периоду правления Путина. Юрий, давайте перенесемся в нашем разговоре внутрь самой России. На этой неделе произошло такое небезынтересное событие. Рамзан Ахмадович Кадыров сказал, что пора ему уходить на покой. Хотя, в общем-то, он человек совершенно не старый, но он говорит, что засиделся как-то вот уже вот там трудно. До этого, напомню, он просил средства ПВО для Чечи. И в связи с этим, ну, как бы вещь, которая, естественно, лежит на поверхности относительно подобного заявления, она заключается в том, что Рамзан метит на место Золотова, который должен, в свою очередь, пересесть в кресло Шойгу. И что на эту тему вот сейчас идут настойчивые слухи, что Путин принимает подобное решение. Что Шойгу переместят там в кресло Матвиенко, спикера Совета Федерации. Вот на его место, соответственно, Золотова командовать этой войной. А на место Золотова, соответственно, Кадырова в качестве главного такого внутрироссийского держиморды. Вот у нас, мне подсказывают, есть даже на эту тему небольшой сюжет. Сейчас мы его включим. Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель, да, среди всех глав субъектов, да, на первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да, у нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица, да, Но каким бы ни был гость, уважаемым, да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да, приятный. Поэтому, я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да, так что вот такие дела, но, кажется, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да, он. Вот как вы видите вот эту вот самую развилку, да, там, Рамзан хочет просто своей личной безопасности на фоне общего кризиса в государстве, или он хочет на фоне кризиса в государстве стать таким Сталином 2.0, да, и подмести, поднять под себя главную внутреннюю российскую силовую структуру, и, соответственно, дальше претендовать на первую позицию в стране. Как вы это видите? Ну, Кадыров, во-первых, стал президентом Чечни в нарушении Конституции, если вы помните, потому что он был моложе там на полгода. Не, он не стал, там на его место, как раз Путин не пошел на нарушение, на его место поставили Аллу Алханова, который поддержал для него место, пока тому не исполнилось, я не помню, 21, то есть так далее, и потом, значит, соответственно, Алханов ушел и ему уступил, или 25. Не буду спорить, потом проверю, но тем не менее мне так казалось. Проблема, наверное, в том, что Кадыров, если уйдет со своего поста, наверное, будет убит, просто потому что, ну, там много как бы семей и кланов, да, которые, которым он относился враждебно, и которые он уничтожал все эти годы, и которые, конечно, опять же, к разговору про память, на Кавказе память, она вообще вечная, да, которые об этом помнят, и я не думаю, что у Кадырова будет хоть один, я думаю, что у него и сейчас-то нет ни одного спокойного дня жизни, но я не думаю, что он сможет жить спокойнее и в большей безопасности, если он уйдет от власти, я подозреваю, что нет. Кстати говоря, к разговору про то, что будет вот происходить в результате и по ходу вот этой вот войны, Чечня же тоже как бы одеется, это будет первая территория, которая при, ну, маломальске заметном общем кризисе снова поставит вопрос о своей независимости. Да, не знаю даже кто там, кто его поставит, Кадыров или кто-то еще, ну, нас в смысле глупостей, которые делает Путин, нам, нас, наверное, ничего не удивит. Вот, Шойгу не был никогда военным человеком, да, вообще, сделать из него министра обороны мог только Путин, понятно, для чего это делалось, ему нужен был абсолютно послушный человек, который будет следовать абсолютно всем указаниям и ни в чем не противоречить. Ну, если он хочет на эту должность перевести Золотова, ну, ничего не изменится, да, Золотов, как говорится, ГВшник, как был ГВшником, так он и остается, это тоже, в общем, не военный, не профессиональный человек, опять же, я, собственно, по мне, чем хуже, тем лучше, лучше от этого тоже не станет в генштабе российского, они, прямо скажем, довольны этим назначением тоже не будут, наверное, они считают, что нужно во время войны поставить министром обороны кого-то из реально военных генералов, которые хотя бы знают, о чем речь идет. Эти все перемещения, они совершенно бессмысленные, улучшить ситуацию они не могут. Может быть, единственное перемещение нормальное, которое было сделано, это снятие Рогозина с поста руководителя Роскосмоса, или как он там называется, и перемещение, допустим, на Донбасс, если Путин всерьез готовится как бы аннексировать Донбасс. Ну, вы видите, кстати, его до сих пор никуда не назначили, это как раз говорит о том, что стратегия до конца не ясна. Совершенно верно, но тем более, что, опять же, ведь все эти люди, они абсолютно бессмысленные и бесполезные, да, как бы они ничего своими руками ни разу не создали, они такие назначенцы, которые послушно выполняют приказы начальника, ну и, соответственно, получают там жирные зарплаты, жирные пайки. И это все действует, да, пока нет войны, пока нет санкций, пока там они могут ездить за границу и как-то наслаждаться, да, теми льготами и привилегиями, которые они получили. А когда они все заперты вот в нынешней воюющей России, ну, то им уже, в общем-то, я думаю... Юрий, но это уже очень, это очень сильно отличает как раз Кадырова от всех остальных, потому что золото в качестве главы Росгвардии, безусловно, будет исполнять приказы Путина, и тут никаких вопросов нет. А у Рамзана-то в критический момент времени точно может сыграть совершенно другая игра, и он может совершенно по-другому подходить к вопросу своей лояльности. Это он сейчас там, и всех шайтанов повыше, да, то он после этого может совершенно вести себя по-другому, это же опасно. Ну, смотрите, допустим, зажмуримся и представим на секунду, что Кадырова назначили на эту должность. Я не думаю, что это возможно, будем откровенны, я не думаю, что это произойдет по очень многим причинам. Но, допустим, это произошло. Первое, что сделает Кадыров, как и любой нормальный человек в его ситуации, поставит своих людей на все руководящие посты, да, вот все командные посты, да, будут занимать его люди. Его люди, это его чеченская охрана, да, которая с ним была все эти годы, его там чеченские военные, допустим, какие-то руководители, которые с ним были все эти годы. Ну, если идея Путина наводнить Москву кадыровскими бандитами, которые будут там шуровать, как хотят, и таким образом, может быть, Путин надеется кого-то испугать, хотя не очень понятно, кого пугать. Я не вижу, что в России, прямо скажем, была сейчас уже оппозиция на том уровне, что нужно задействовать Росгвардию. Да, мы знаем, что Росгвардия была задействована, допустим, в Беларуси, да, когда Лукашенко нужно было помогать биться с оппозицией. А вот так, чтобы в России вот сейчас нужно было Росгвардию использовать в борьбе с массовыми протестами, по-моему, таких ситуаций сейчас нет. Так что я думаю, что это слух, как и слух о том, что Кадыров уходит, да. Я думаю, что этот слух, как бы, вообще вот весь этот спектакль разыгран для того, чтобы чеченское общество, я уж не знаю, как это назвать, начало писать Кадырову просьбы остаться у власти и объяснять ему, что он еще совсем молодой, что, кстати говоря, соответствует действительности. Он, безусловно, молодой человек, если иметь в виду политических руководителей. Но, понимаете, все, чего добился Кадыров для Чечни, это за пределами разбирательства о том, какой ценой, какой кровью это все обошлось, вот эта внутричневая война Кадырова обошлась Чечне. Тем не менее, Чечня, скажем так, Дудаев никогда не мечтал о том уровне независимости, которые есть у Чечни, да. Все, что делает Кадыров, это получают деньги с одной стороны из Москвы, с другой стороны из там целого ряда, да, мусульманских государств. И, да, добился того, что Кадырович Чечня стала абсолютно не светским государством, да, религиозным государством, где нога русского человека никогда уже больше не ступит. Вот если в этом была идея Путина, а Путина, да, то вот он это и получил, да, Чечню, в которую русский человек уже не въедет никогда. Потому что уйдет... Ну, что называется, это победа Чечни без признания победы Чечни. Я думаю, что на самом деле Путина по его характеру бы оно и с Украиной бы то же самое устроило, да, то есть, чтобы, может, Украина победит, но чтобы на словах она проиграла, так же, как с Чечнёю, да. И, значит, Путин, наверное, в смысле великий, потому что дальше телевидение всю остальную работу доделает. Но просто в завершение, поскольку мы должны заканчивать, просто очень коротко. Вот предположим, мистическим способом Рамзан Ахматович Кадыров попадает физически в кресло первого лица России. Примет это Россия, как вы считаете? Ну, с одной стороны, по-моему, сейчас уже Россия примет всё, что угодно. Понимаете, если Россия приняла войну с Украиной, то всё остальное уже как бы меньшего порядка не суразится, да, в которую поверить невозможно, ну, опять же, Россия примет сейчас всё то, что ей скажет принять Путин, да, потому что, повторяю, если Россия безропотно и без серьёзных протестов приняла войну в Украине. У нас единственный серьёзный протест – это вот неподсчитанная пока иммиграция какого-то, видимо, существенного числа людей, вот как бы вскоре после 24 февраля. Это протестная форма, безусловно, да. Это люди, которые, тем не менее, до 24 февраля 22 года сидели в России. Видимо, считали, что там ещё можно как бы жить и что там ещё всё нормально. А вот после 24 февраля это изменилось. Поэтому сейчас можно Кадырова назначить тем угодно, да, это Россия, это примет. Понял, услышал вас. Очень надеюсь, что нам никогда не придётся это проверить. Я как раз в этом не уверен, более того, я считаю, что если там Кадыров придёт к власти, то есть это наоборот будет отыгранного сверх Путина. То есть я думаю, что большое количество из наших общих знакомых вдруг резко обнаружат себя как путинисты. Но ещё раз скажу, надеюсь, что нам этого проверять не придётся. С нами был Юрий Фельштинский, известный российский, американский историк, аналитик, общественный деятель, автор многих книг. И мы с ним говорили про актуальные внутрироссийские политические проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok